уважаемые раки я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на ноябрь месяц и этот расклад подойдет как женщинам так и мужчинам присоединяйтесь к моему столу этот таро прогноз вы можете смотреть как по основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое правильно таким образом у вас будет больше информации для анализа события этого периода мы рассмотрим с вами глубоко и детально так как в раскладе участвуют 12 основных карт и каждая карта отвечает за определенную сферу вашей жизни и возьмем 13 карту на совет также я рассмотрю что с вами происходит в тот момент когда вы зашли на мой канал о чем вы думаете о чем вы размышляете что вашем сердечке что в вашем подсознании постарайтесь максимально успокоиться отпустите все негативные мысли только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать или анализировать колода по факту готова делаем с вами последний срез и начинаем и так что же происходит с вами на момент просмотра что в вашей душе что на вашем сердечке что в вашем подсознании возможных тайнах и теперь по порядку все 12 основных карт и начиная с первого дома уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами итак начинаем с чего же начинается ваш расклад на момент просмотра для вас выпала карта королевы кубков если говорить о женщинах раках эта карта показывает вас собственной персоной как женщину красивую ухоженную умную творческую и конечно же по этой карте для вас важно развитие возможно именно сейчас вы увлечены определенными творческими процессами для вас важно также это как вы выглядите для многих вы можете являться прекрасной подругой вы можете быть прекрасной матерью и женщиной которая притягивает взоры мужчин вас также волнует это что происходит в вашей личной жизни эта карта может говорить о том что вы думаете о любви и возможно вам этого не хватает и давайте посмотрим что на вашей душе а на вашей душе карта тройки мечей не случайно по этой карте я озвучила что вам может не хватать любви потому что по троечке мечей это какие-то болевые моменты это слезы это душевные страдания это те переживания которые связаны либо самыми родными и близкими людьми теми кто к вам ближе всего либо это связано с вашей второй половинкой то есть здесь явно есть разногласия для тех кто одинок эти карты могут говорить о душевной травме о том что с кем-то вы расстались в прошлом очень тяжело и болезненно и до сих пор об этом думаете и что же в вашем подсознании о вашем подсознании карта колесницы карта скорости это старший аркан эта карта огромных амбиций и вам хочется вырваться из вот этого капкана ограничений вам обязательно нужно что-то в жизни менять и я вижу что многие и женщин будут к этому стремиться если говорить о мужчинах раках то скорее всего большое влияние на вашу жизнь на момент просмотра имеет женщина с которой вы близки это может быть ваша вторая половиночка но это может быть также кто-то из вашей семьи мать сестра тетя здесь отношения у вас могут быть довольно таки непростые вам кажется что вы страдаете из-за этой женщины а эта женщина думает что страдает из-за вас но по этой карте возможно перемирия и если говорить о женщинах раках выбираете вы они вас выбирают вы принимаете решение они за вас кто-то что-то будет решать а жизнью мужчины рака все-таки управляет женщина и давайте посмотрим с чего же начинается ваш основной расклад от первого дома от первой карты зависит очень много потому что эта карта показывает основные преобладающие несущие энергии всего этого периода и здесь мы видим карту древа жизни древа сифирот это одна из лучших карт в колоде карта джокера вас очень сильно кто-то будет поддерживать из вашего дома из вашей семьи эта карта может говорить о том что родные и близкие люди объединяют свои усилия во имя общих целей во имя общих интересов но по этой карте вы явно на кого-то можете рассчитывать эта карта может показывать и защиту предков людей давно умерших возможно иногда вы рядышком с собой незримо ощущаете чье-то присутствие это и карта высших сил которые также в этом периоде вам будут помогать и так как в первый дом выпала карта джокера это говорит о многом это говорит о том что для многих этот месяц будет вполне благополучным и давайте перейдем к вашему второму дому второй дом отвечает за ваше материальное поле и также за недвижимое имущество в этот дом выпала восьмерка кубков то что касается имущественных вопросов здесь скорее всего у вас кем-то обиды разногласия возможно вы хотите сменить место жительства то есть даже если вы с кем-то под одной крышей вы хотите по имущественным вопросам скорее всего что-то поменять и у многих в голове есть определенный план того как действовать дальше но то что вижу по раскладу карты говорят о том что вы не должны спешить в вашей голове конечно хорошие идеи но для многих из них пока нет прочного фундамента под вашими ногами для того чтобы эти идеи реализовать поэтому не спешите пока что-то менять откуда-то уходить даже если вам с кем-то под одной крышей некомфортно или тяжело или вам не совсем нравятся те же личные условия в которых вы находитесь сейчас если кто-то именно в этом периоде захочет совершить куплю или продажу то что я вижу по раскладу первых полторы даже две недели от начала этого месяца стоит воздержаться от крупных покупок и крупных вложений либо вы впоследствии будете чем-то расстраиваться либо купите не то что надо либо вложите деньги не туда куда либо вложите деньги так что не будет отдачи поэтому не торопитесь в отношении работы у тех у кого есть основная занятость я вижу что многие хотели бы что-то поменять эта карта показывает эмоциональную усталость и то что скорее всего в партнерстве либо в деловой среде у вас кем-то могут быть разногласия но даже здесь карты говорят о том что не спешите менять что-то и в работе пока неблагоприятный период для таких изменений карты говорят о том что вам нужно пока оставить все как есть несмотря на то что кто-то из самых близких людей вас готов поддерживать об этом говорил первый дом во втором доме возможно это другая категория родни или родственников с которыми у вас на могут быть разногласия по поводу имущественных вопросов что же происходит в вашем третьем доме третий дом отвечает за повседневные заботы на начало этого периода текущие дела и ваши взаимоотношения с ближайшей родней а также с друзьями здесь мы видим каждую старшего аркана умеренности я вижу что вы стараетесь находить компромисс быть лояльными общаться со всеми поддерживать отношения для баланса я понимаю что далеко не со всеми вам хотелось бы общаться это может касаться и вашей родни и также кого-то из друзей но сейчас таковы обстоятельства что вам нужно приспосабливаться либо принимать пока чьи-то условия великолепна карта для образовательных процессов поэтому все те кто учится получает образование в начале этого периода вы делаете успехи но эта карта может говорить о том что просто нужно что-то еще сидеть и доучивать и в чем-то себя развивать и совершенствовать эта карта может также показывать и некие ограничения по финансам многие из вас находятся в режиме экономии то есть где-то вы себе готовы в чем-то отказать немножечко сэкономить потому что в начале месяца с деньгами тяжеловато но эта карта говорит о том что вы должны проявить терпение и здесь вы действительно должны быть выборочны в отношении трат и покупок не тратить на то что не является вещами первой необходимости и не зря я вам говорила что начало периода не самое благоприятное для крупных вложений и покупок но по этой карте я вижу что вы не будете падать духом вы способны в чем-то себя реализовывать даже в состоянии наложенных на вас ограничений что же происходит в вашем собственном доме под крышей которого вы живете ваш собственный дом выпала светлая душевная карта туза кубков и она говорит о том что в вашем доме живет любовь это лично ваша любовь в отношении тех людей которые рядышком с вами несмотря на то что вы можете спорить иногда вам может быть дискомфортно эта карта показывает ваше большое сердце умение прощать сострадать умение понимать и ваши близкие будут отвечать вам тем же поэтому даже если и будут возникать конфликты они не будут затяжными и эта карта призывает вас к тому чтобы вы научились слушать и слышать друг друга для тех кто в паре это обновление чувств обновления эмоций возможно в самом доме вы захотите начать что-то новое возможно кто-то из вас обдумывает ремонт а для кого-то это даже могут быть творческие процессы которыми вы могли бы заниматься не выходя из дома и такая возможность у вас будет перейдем ваш пятый дом дом хобби и увлечений того куда тянется ваша душа этот дом также отвечает за романтические отношения и в этот дом выпала семерка кубков эта карта говорит о том что желаний много надежд много но эта карта больше бездействия чем действия то есть в мыслях вы что-то планируете но по факту пока особых изменений не происходит либо вам на что-то нужны дополнительные финансы которых вы ожидаете у тех у кого вопрос упирается именно в деньги для того чтобы развиваться скажу вам так что деньги у вас для задуманных планов появятся но так как желаний много реализуйте их постепенно так будет проще если вы захотите реализовать все сразу в один момент конечно будут сложности то что касается личных отношений эта карта указывает на иллюзии а это может говорить о том что если вы на сегодняшний день встречаетесь возможно вы чего-то ждете от определенного человека но ваши надежды в данном случае пустые ваши надежды могут быть ложными не рисуйте себе воздушных замков для того чтобы потом не было больно эта карта предполагает то что у вас еще будет выбор для тех кто еще не встречается и в этом периоде вы с кем-то будете знакомиться эта карта вас также призывает к тому чтобы вы были осторожны скорее всего это будут просто легкие ни к чему не обязывающие отношения и ничего более а по раскладу я вижу что вы не ищете легких отношений вам хочется чего-то более серьезного у тех у кого проблемы с зачатием и вас волнует этот вопрос эта карта говорит о том что этот месяц для этого не самый благоприятный перейдем в дом ваших повседневных забот и в дом повседневных забот выпала карта туза монет эта карта предполагает то что основные ваши хлопоты будут связаны все-таки с делами с делами финансовыми и с работой даже у тех у кого в начале этого периода с деньгами было не очень скорее всего к вам будут поступать хорошие предложения которые нужно будет рассматривать эта карта показывает финансовую удачу и говорит о том чтобы вы в чем-то не упустили свой шанс возможно кто-то из вас начнет в корне новый проект либо вы для себя возьмете дополнительно новое направление но сама по себе эта карта где-то вас показывает как людей удачливых именно в этом месяце вам должно вести потому что этот дом повседневных забот а здесь мы видим дар небес это что высшие силы даже здесь вам будут помогать для кого-то это возможно неожиданная помощь либо те подарки судьбы на которые вы не рассчитываете и даже в тот момент когда вы грустите и когда вам кажется что все плохо вас будут поджидать приятные сюрпризы то что касается вопросов здоровья этот дом отвечает также и за ваше здоровье даже тех кто болел эта карта показывает быстро выздоровление то что у вас неплохой иммунитет и то что у вас крепкий организм больших проблем по здоровью для вас в этом периоде я не вижу даже у тех у кого есть хронические заболевания по этой карте вы должны чувствовать очень даже неплохо и давайте перейдем ваш седьмой дом седьмой дом отвечает за партнерство с другими людьми во внешнем мире и за партнерство в паре для тех кто в отношениях здесь мы видим карту рыцаря мечей эта карта может предполагать то что ваша вторая половина из-за чего-то сильно нервничать из-за чего-то сильно напряжена в ваших отношениях в чем-то может пытаться вносить ясность или расставлять точки над и из-за этого нервозность может быть у вас двоих но все-таки я вижу что у вашего партнера благие намерения чистые мысли ваш партнер говорит то что он думает не врет не юлит а это уже немаловажно возможно именно в этом периоде вы куда-то вместе со своим партнером будете направляться эта карта может показывать дороги но больше они связаны с близкими то есть кому-то вы из родных едете в гости во многом ваша вторая половинка несмотря ни на что вас поддержит и я вижу что вы в этом периоде будете друг друга дополнять даже если вы где-то будете чувствовать что у вашей второй половинки эмоциональные срывы постарайтесь сгладить вот эти острые углы если говорить о событиях во внешнем мире то эта карта может показывать человека вестника из казенных домов госслужащих возможно с помощью которых вы что-то для себя пытаетесь решить вопрос небольших бумаг или документов несмотря на определенные ограничения которые были в третьем доме я вижу что все таки вы будете вести очень активный образ жизни и в вашем раскладе выпало сразу три женские карты если говорить о мужчинах то на вас может влиять как минимум три женщины эти женщины могут быть не связаны между собой но что-то от этих дам зависит если говорить о женщинах то скорее всего в вашем ближайшем окружении есть несколько дам с которыми вы ведете для себя важные переговоры тут что-то связано с бумагами и связанное что-то с работой или с вашими деньгами но в дом рисков восьмой дом выпала карта королевы мечей и вот эта карта может предполагать то что какой-то казенный важный для вас вопрос вам тяжело решить хотя вы и пытаетесь что-то делать также эта карта может показывать любую женщину от которой в отношении вас исходит негатив это может быть женщина воздушной стихии близнецы весы или водолей по гороскопу если кто-то у вас занимал деньги ранее и вы не можете их получить назад эта карта предполагает то что без конфликта тут не обойдется и скорее всего вам этот вопрос нужно решать с помощью людей и структур если вы кому-то должны то на вас попытаются надавить также эта карта может говорить о том что вас расстраивает информация которая идет из казенного дома или домов перейдем ваш девятый дом 9 дом расскажет о образовании и также о дальних дорогах для тех кто планирует эти дороги то что я вижу по раскладу все те кто запланировал дороги они для вас возможны но карты говорят о том что вам нужно немножечко подождать или пока от этих поездок воздержаться если меня смотрят женщины то ваша поездка или дорога может зависеть как от вас самой так и еще от какой-то женщины если говорить о мужчинах то вопрос дорог во многом решает дома для тех кто получает образование эта карта говорит о том что в будущем вы сможете получить на руки дипломы это успехи даже если вам за образование нужно платить деньги эти деньги у вас будут все те кто проходит определенные тренинги мастер-классы благодаря им вы сможете даже увеличить свои доходы а для кого-то из вас эта карта говорит о том что те вложения которые вы сделаете в этом периоде для вас будут удачными касающимися именно образования на чем-то вы позже сможете зарабатывать а кто-то может быть уже и сейчас по чуть-чуть из чего-то вытягивает прибыль перейдем в 10 дом 10 дом расскажет о результатах этого месяца все то что проходит через казенные дома мы также рассматриваем по этой карте семерка монет предполагает то что вы ожидаете для себя либо информацию либо документацию то что касается финансовых моментов вы будете на плаву многие из вас будут при работе для тех кто ищет работу благоприятное время для этого все-таки 2 половина месяца у вас появится выбор и появятся возможности но даже если меня смотрят те кто не работает возможно для кого-то из вас эта карта говорит о том что у вас есть дополнительные источники доходов либо откуда-то к вам все-таки деньги поступают конечно по этой карте хочется свои доходы увеличить вы об этом думаете это что мне нравится то что вы в позитивном настроении по этой карте вы не рассчитываете на кого-то рассчитываете именно на себя рядом с вами есть очень близкий вам преданный человек который во всем вас поддерживает но вам эта дружба кажется как некая абуза или тяжесть но не стоит ни от кого отворачиваться тот человек о котором я вам говорю вас очень любит и к вам очень перевязан а теперь посмотрим что в вашем одиннадцатом доме одиннадцатый дом расскажет о неожиданностях этого периода о финансах во второй половине месяца и о ближайшей дружбе здесь мы видим пажа жезлов то что касается дружбы эта карта говорит о том что ваши друзья не такие простачки какими могут показаться вы и сами должны быть себе на уме не стоит всем рассказывать обо всем что происходит в вашей работе вашей личной жизни и сколько у вас денег у тех у кого есть детки могут вас неожиданно чем-то удивить своей активностью своей смекалкой и я так полагаю что это вас будет радовать у тех у кого есть дети в особенности учащиеся карты говорят о том что вы должны вкладывать деньги в своих детей и помогать им если вы сами чему-то учитесь вы будете делать успехи также и вас также это будет радовать несмотря на то что многие из вас будут финансово на плаву все-таки эта карта может предполагать неожиданные расходы которые вы для себя не планировали но по мелочам все равно на что-то тратите деньги и давайте посмотрим что в вашем двенадцатом доме 12 дом расскажет о ваших самых больших страхах и в этот дом выпала карта двойки жезлов прежде всего эта карта говорит о том что вы переживаете из-за финансовых вопросов в вашей голове есть определенно четкий план того как бы вы хотели действовать дальше но на это не хватает ресурсов скорее всего вам в чем-то нужно еще и рискнуть и здесь тоже вашей душе двойственность вы думаете стоит не стоит получится или не получится но вашей ситуации карты говорят о том что риск благородное дело но не торопитесь вы должны все хорошо взвесить и обдумать скорее всего вы знаете о чем идет речь я вижу что в ваших мечтах и надеждах очень много планов но пока нет возможности возможно действительно пока не стоит в этом периоде начинать грандиозные проекты в корне что-то менять своей жизни хотя по вашему раскладу я вижу что несмотря на определенные ограничения в вашем доме будут приятные изменения и приятные изменения будут и в работе или то что вас порадует в деньгах то есть идет прибыль и давайте возьмем для вас карту основного совета на основной совет выпала карта звезд эта карта может показывать соцсети огромное общение это что вы с кем-то должны поддерживать отношения в чем-то вы должны себя развивать и совершенствовать возможно как раз помощью соцсетей любой информации эта карта говорит о том что вы не должны бояться реализовывать все то что вы задумали само небо в чем-то к вам благосклонно и здесь будет идти помощь свыше для всех творческих людей эта карта говорит о том что вы уже могли достигнуть огромных успехов в чем-либо но по этой карте вы могли бы достигнуть еще большего если бы сами этого захотели и давайте посмотрим что на дне вашей колоды это как дополнительная карта предупреждения карта короля мечей может показывать мужчину стихии воздуха это может быть близнецы весы или водолей по гороскопу от которого также вашей жизни что-то может зависеть давайте посмотрим чем будет связан вопрос это либо ваш друг либо ваш родственник негатива здесь я не вижу а наоборот скорее всего помощью этого человека или поддержка этого человека в чем-то вы сможете заручиться для кого-то эта карта может показывать человека официальное лицо в мужском лице но это тоже может быть как друг или знакомый который тоже в чем-то вам может помочь вот такая вот дополнительная информация уважаемые раки таким для вас был расклад на ноябрь месяц если подытожить ваш расклад то все не так уж плохо если вы прислушиваетесь к советам которые дает вам вселенная посредством карт вы сможете избежать многих ошибок я всего лишь проводник всем удачи и до свидания и 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